Всем привет! Я Екатерина, индивидуальный предприниматель и владелец онлайн и оффлайн магазина Наш магазин работает с 2008 года, то есть уже более 12 лет мы продаем часы в городе Санкт-Петербург Непосредственным владельцем магазина я являюсь с 2018 года и в то время как раз у меня встал вопрос каким банком мне пользоваться и где обслуживаться Я остановила свой выбор на банке Тинькофф, потому что мне очень нравилась его клиентоориентированность и оперативность работы, однако с каждым годом я замечаю, что время обработки информации и вообще в принципе обслуживание в целом ухудшается Так, благодаря невероятному количеству рекламы, которая вливается в наш сайт и в наш магазин нами были проданы часы на несколько сот тысяч рублей Каково было наше удивление, когда терминал не принимал оплату и выдавал ошибку После достаточно долгого и длительного разбирательства оказалось, что наш терминал не может принимать суммы с одной карты более чем 150 тысяч рублей за одни сутки Это было очень неудобно, как это объяснять клиенту непонятно Мы действительно боялись просто этого клиента потерять Благо человек оказался адекватный и согласился разбить сумму на две части То есть мы сначала оплатили одну часть, потом другую с другой карты Вот операция прошла успешно, мы все довольны Человек довольный ушел с часами, мы довольны ушли с выручкой Обычно у Тинькова деньги приходят на следующий день по торговому эквайрингу примерно в 9 часов утра Естественно в 9 часов утра я просыпаюсь с утра, хочу зайти на свой счет, полюбоваться его красотами И понимаю то, что деньги на счет не поступили, не придаю этому особого значения Так как иногда бывают такие накладки, я к ним уже привыкла и это не страшно Но где-то в 4 часа вечера я понимаю, что денежные средства не поступают Я начинаю общаться в чате, задавать вопросы специалистам, по какой причине это происходит Мне выдают какие-то стандартные фразы по поводу того, что Да ничего страшного, в течение дня эквайринг деньги возвращает, не переживайте Когда прошло еще несколько часов и я поняла, что здесь что-то действительно неладно Я начала пытаться достучаться до живого человека, а не до обычного бота И оказалось, что отдел мониторинга в Москве приостановил мою операцию как подозрительную Сказать, что я была в шоке, это не сказать просто ничего Я не знала, что мне делать Естественно первое, что я начала предпринимать, это связываться с менеджерами И искать какой-то помощи, поддержки Потому что я не понимала, что делать вообще Не было ссылок ни на какие законы, ни на что Я не понимала, почему вообще отдела мониторинга была принята такая ситуация, такое решение Как оказалось, что мне нужно было предоставить ряд документов Подтверждающих легальность этой сделки На секундочку, я специально создаю индивидуальное предпринимательство И вообще юридическое лицо, если его можно так назвать Для того, чтобы совершать эти операции Зачем мне подтверждать их легальность? Моя легальность это то, что я работаю официально, плачу налоги И вообще у меня все чисто прозрачно Менеджер меня обрадовала и сказала, что мне нужно предоставить Во-первых, документы, подтверждающие мою покупку этих часов когда-то по оптовым ценам И документы, подтверждающие продажу этих часов этому клиенту Чтобы вы понимали, в чеке было 6 позиций Эти 6 позиций закупались в течение года У разных поставщиков в разное время По разным условиям и разным договорам Осознав весь объем работы и весь объем документов, которые мне нужно поднять Первое, что я почувствовала, это дикую обиду За то, что мне перекрывают кислород и не дают возможность работать Это слезы, наворачивающиеся на глаза И дикое желание сразу же начать что-то решать И максимально быстро решить эту проблему Если честно, эмоции до такой степени меня захватили Что я чуть ли не наломала дров и чуть ли не начала создавать поддельные документы Чтобы это было быстро Потому что одновременно я еще находилась на даче Я была очень далеко от тех документов, которые мне были реально необходимы Слава богу, мой мозг встал на место Мне в этом помогли Помогли его вставить на место Я успокоилась, спокойно легла спать А утром я встала, поехала в Питер Начала собирать документы Кстати, на это у меня ушло около трех дней Объяснительно, это вообще отдельная история Я ее писала и досконально прочитывала несколько раз Для того, чтобы не допустить никаких ошибок в моем объяснении Я даже давала ее нескольким людям Для того, чтобы мне дали обратную связь Самое приятное во всей этой ситуации Это то, что, во-первых, Тинькофф меня даже не удосужился уведомить о том Что деньги приостановлены и заблокированы до момента разбирательства Узнала я об этом по своей инициативе поздно вечером в четверг За пятницу я, естественно, эти документы собрать физически не успеваю А в субботу и воскресенье, как я поняла из разговора менеджера Отдел мониторинга не работает А я работаю Мой магазин работает каждый день И что мне делать? Ни одна транзакция по этому терминалу за все время расследования не могла проходить Добавок ко всему этому у меня подходило время оплаты аренды за торговое место У меня подходило время оплаты товара, который был приобретен на реализацию А счет заблокирован Соответственно, я ничего абсолютно делать не могу И те денежные средства, которые находились в этот момент на счету Они были тоже заморожены И пользоваться ими я не имела права То есть, по факту, мне просто как предпринимателю перекрыли кислород И запретили вообще какие-либо действия После всех этих нервов После долгой сборки всех документов В воскресенье вечером я отправляю этот пакет данных Менеджеру для дальнейшей передачи их в отдел мониторинга И черт меня дернул залезть в интернет и почитать отзывы о схожих ситуациях До этого я этого не делала И то, что я узнала, еще раз заставило меня очень сильно напрячься Потому что, оказывается, в договоре указано, что банк Тинькофф имеет право после таких заморожек Удерживает денежные средства до 180 дней Это на секундочку полгода То есть полгода эти денежные средства могут быть заморожены И никого не интересует, что, во-первых, у нас валюта скачет как ненормальная Я элементарно могу просто обесценить за это время эти деньги Следует отметить, что я была приятно удивлена В понедельник утром отдел мониторинга проверил все документы И разблокировал мне счет Сделал возмещение по торговому и парингу Но не забыл забрать свои 2,6% в полном объеме На неоднократную просьбу мою Объяснить, на каком основании приостановлено возмещение по торговому терминалу И вообще заморожен счет Банк очень размыто мне отвечал, что отдел мониторинга имеет на это право Я еще раз задаю вопрос На каком основании и по какому праву задерживаются денежные средства Мне опять же отвечает, что отдел мониторинга имеет на это право И вот, во-первых, мне интересно Какое же все-таки основание на самом деле было у банка Тинькофф Заморозить эту сумму денег в действительности Потому что это абсолютно непонятно Сумма не до такой степени большая Чтобы это было подозрительно Участвуют ли в этой деятельности, в этой заморозке 115-й ФЗ Также мне бы было очень интересно Получить от вас обратную связь И узнать, сталкивались ли вы конкретно с такой проблемой Если сталкивались, то как вы этот вопрос решали Если же вы с этим не сталкивались, то я очень рада, что вы увидели это видео И запомните, всегда сохраняйте все документы Желательно их сканируйте, чтобы они были у вас всегда под рукой Потому что когда с вами может произойти какая-то неприятная ситуация Никто не знает, а в нашей стране это абсолютно возможно и реально Я благодарю вас за то, что вы посмотрели это видео Если вам было интересно, вы можете посмотреть внизу В комментариях я оставлю ссылочки на те часы, которые были приобретены клиентам И которые оказались подозрительными А также, если вы попали в такую неприятную ситуацию И находитесь сейчас на перепутье, в шоке, в растерянности Вы можете написать мне И я помогу вам Объясню, каким образом нужно работать с банком в этой ситуации Какие документы нужно собирать Что нужно писать И что ни в коем случае говорить не надо Всем приятного вечера Субтитры создавал DimaTorzok